Привет, друзья и в частности любители олдскульного сегмента игровой индустрии, мы продолжаем проходить проект 51, отличную модификацию для игрушки Вульфенштейн Возвращение в замок. Прочитаем, что нам по брифингу новой миссии говорят на штаб. Немцы явно затевают что-то серьезное, надеюсь, мои трофеи помогут решить эту задачу. Судя по чертежам, где-то рядом ведется крупное строительство, а содержимое контейнера указывает на орудие вверх невероятного калибра. Правда, для полноценного ствола кратковато, а может это только одна из составных частей? Думаю, в Лондоне найдутся специалисты, способные разобраться с этим. Вообще, если вкратце говорить, то все тяжелее и тяжелее с каждой миссией в этой модификации проходить игру, но я не жалуюсь. Давайте посмотрим, что нас ждет там впереди. Заставочка. Сэр, поступило первое донесение от нашего агента с побережья. В ходе операции он обнаружил, что в закрытую зону, кроме цемента, поставляются множество механизмов, запакованных в ящики и контейнеры. Один из них ему удалось открыть. Внутри находилась труба, большого диаметра с внутренней нарезкой. Исходя из предоставленных Легреном документов и расчетов наших ученых, это составная часть орудия, которое должно иметь не менее 30 метров длины и посылать снаряды весом около 140 килограммов. А зона поражения данной пушки должна быть свыше 160 километров. Около полугода назад резидентура в Польше занималась сбором информации по проекту 51, который являлся частью нацистской программы разработки нового поколения сверхоружия В-3. Было зафиксировано испытание опытного образца пушки в очень оригинальной конструкции в районе города Миздрой. Данное орудие в секретных документах проходило под разными кодовыми именами. Наиболее часто использовались имена «Суперпомпа», «Усердная Лисхин» или «Тысяченожка». Конструктивно орудие состоит из нескольких частей – основной ствол и боковые ускорители. Во время движения снаряда по стволу срабатывают электродетонаторы. В боковых ускорителях воспламеняются заряды, и снаряд получает дополнительное ускорение. Для установки такого орудия необходимо создать наклонный тоннель в толще земли и сеть помещений для обслуживающего расчёта и хранения боезапаса. Судя по полученным разведданным, строительство такой батареи в настоящее время происходит где-то на побережье. Господа, я считаю, что над столицей нашего государства нависла смертельная угроза. Нет сомнения, что именно Лондон является основной мишенью для данного орудия. Пока мы ожидаем новые данные из Франции, придётся перевести бомбардировщики в режим повышенной боевой готовности. Необходимо в кратчайшие сроки выяснить точные координаты и нанести упреждающий удар. Как только будут получены координаты батареи от Легрена, немедленно поднимайте эскадрилью в воздух. Лисхен должна замолчать. Слушайте, ну авторы по-хорошему запарились, конечно, с заставками, прописали диалоги. Смотрите, какой-то сюжет внятный, то есть супероружие. Если мы сейчас не разберёмся с ним, то нависла угроза над целым Лондоном. Так, давайте почитаем, что тут нам ещё пишут. Чтобы выполнить приказ центра, пришлось приложить немало усилий. Самое простое решение – проследовать до конечного пункта вдоль железной дороги. Оказалось невыполнимым. После той ночной заварушки, даже приблизиться к району прохождения узкоколейки было невозможно. Пришлось воспользоваться с помощью местного подполя. Исходя из полученной информации, стало ясно, что интересующий меня секретный объект расположен среди скалисток прибрежных утёсов, недалеко от посёлка Мимая Куэс. Ну и название тут, конечно. Воспользовавшись тропинкой, известной только местным воровакам, я максимально, возможно, приблизился к охраняемой зоне. Ух ты! Смотрите, как красиво! Слушайте, я уже сейчас могу сказать то, что... Блин, меня уже тут встречают. Не хочу я снайперку тратить. Я уже могу точно сказать, что... Уже сейчас эта модификация самая такая интересная. Блин, ну это жесть, конечно. Чё-то слишком жёстко, ребята, вы меня встречаете. Ну раз. Ну два. Допустим. Чё я хотел сказать-то, мне всё время перебивают наши враги. Отличная работа проведена модификаторами, любителями, насколько я понимаю. Так, вы мне дадите закончить мысль, или так и будете мне обстреливать? Я не очень хочу снайперку тратить, но они мне вынуждают просто это делать. Притом я не вижу, где ещё ведётся по мне огонь. 16 здоровья. Пожалуй, пожалуй, вот наравне врата времени мы проходили на канале. Если не видели, обязательно посмотрите. Там более такая мистическая штука. Здесь больше такая, знаете, ну пока, во всяком случае, чисто войнушка такая историческая. То есть обычные солдаты. Блин, 10 здоровья, а? Ну ладно. Я уж сохранюсь по классике. Я не знаю, здесь будут секретные лаборатории или нет. Смотрите, кто там бежит, а. У меня три патрона. Ну вот и всё, собственно. Не знаю, будут ли тут какие-то лаборатории, там зомби или ещё что-то. Мне это пока что неизвестно. Не, ну это жесть. Четыре здоровья осталось. Ну, сохраняемся, что нам делать. Я просто надеюсь, что справа, где этот пункт, там будут аптечки. Вот я про тот пункт говорю. Да. Вот так меня мочит. Не выпускает, видите, не выпускает. У нас невыгодная позиция. У нас нет особо оружия. В этой части как-то вот... Не дают нам особо... Выбора оружия. Ну чё он туда... Это вот пушка очень хорошая, но... Я не знаю, давайте вот это попробуем. Готов. Может даже эту пушку лучше использовать. В ней меньше разброса. Ну и урона, по-моему, в ней тоже меньше. Давайте проберёмся... Вот сюда вот. Потому что, мне кажется, тут должна быть аптечка. Но нужно быть крайне осторожным. Было 90 здоровья, когда миссию начинал, видите? Я же говорю, тут понемножку хардкор увеличится. И напомню, что мы играем-то на последнем уровне сложности. Нету здесь никого? Ну, конечно же, есть. Конечно же, есть. Ладно. Странно, что он меня не видел. Странно то, что я его не видел. Ну ладно. Сейчас мы не повторим данные ошибки. Так вот, сложность возрастает и... Да что ж ты будешь делать? И, конечно же, играть... Нужно очень внимательно. Учитывая то, что я играю тогда, когда позволяет свободное время... Не всегда это день. Вот, например, сейчас вы не поверите, но на часах у меня где-то... Примерно 2 часа ночи. И... Я вам скажу, что... В принципе... Внимание немножко такое. Ну, сами понимаете, немножко не на максимум. Конечно, лучше вечерком играть. Ну, 69 здоровья. Отлично. Кстати, я на всякий случай сохранюсь. Мало ли. Игрушка уже 2 раза, кстати, вылетала. Олдскула, к сожалению. Не знаю, может это связано с компом. Ну, кстати, комп скоро будем обновлять на канале. Поэтому нас ждет, наконец-то, сегмент не только олдскула, но и новинки будут на нашем канале. Обязательно мы по ним пройдемся. Как только настроим новое оборудование. Ну, и олдскула. Те, кто любит олдскула, может быть, даже какой-то ретро-сегмент мы затронем. Мы обязательно на канале будем проходить. Так, давайте к маяку подойдем. Смотрите вообще, как живописно. Да. Даже не хочется вперед идти, слушайте. Локация такая. Даже со старенькой графикой все выглядит достаточно прикольно. Так вот, касательно контента, да, на канале, то, что вот любители... Я понимаю, то, что на канале сейчас большинство любителей олдскула сегмента, то есть игрушек середины 90-х, нулевых. Вы не пугайтесь. Мы также будем затрагивать классику. Потому что я обожаю классику. Ну, новинки тоже будут появляться на канале. Обязательно. Хотя, честно, новинки, как правило, игровой индустрии далеко не всегда заходят. В том плане, что оценки у них, как правило, не очень высокие. Да блин, что, что будешь делать, а? Ну, иди сюда. Готов. Так, пойдем на маяк. Дверь открылась. Я слышу. Готов. Ну, такова тенденция игровой индустрии. Что тут поделать? Раньше, как говорилось, с душой все делалось, а сейчас немножко все делается в сторону коммерции. Ну, это тоже понятно. Ведь компаниям нужно как-то выживать, зарабатывать деньги. Не без этого. Так, отлично. хотя бы патроны у нас есть, и уже хорошо. Так, интересно, наверх мы маяка поднимемся? Это все? Да, походу, все. Так, ну, давайте посмотрим. Эх. Слушайте, а здесь и не подняться, к сожалению, как. Так, очень плохо. Ух ты, у меня 8 патронов есть. Отлично. Мне кажется, нам специально их дали. Я не знаю, ну, там новая база какая-то. Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Угу, снайперюга. Ну, я постараюсь не косить. Минус. Так, ну, этот товарищ нас не очень волнует. Там еще одна есть. Вышка. Готов. Готов. Так, ну, кто у нас еще может... Слушайте, ну, он пулеметчик, да? Я не знаю, но... Давайте его пробуем снять. А он бессмертный какой-то, реально. Готов. Еще раз готов. Два патрона осталось. Ну, кто еще может, да? Ну, вот этот чувак. Может. Ну, все. У нас не осталось уже патронов. Но, в целом, давайте сохранимся на другой слот. В целом, я доволен результатом. Зачистили немножко локацию и... Мне кажется, нам как-то нужно проплыть. Ахтунг. Ну, полный ахтунг, да. Нам здесь не пройти. Полный ахтунг. Так. Эть, эть. Не, мы свалились, к сожалению. Ладно. Смотрим. По идее, нас никто не должен сейчас стрелять. Я предполагаю, что вот там мы только заберемся. Я, конечно, могу попробовать. Не, он не забирается, к сожалению. Так, а это кто? Непонятно. Ну, ладно. Давайте попробуем. Попасть. Так. Он нам не даст, да, спокойно вынырнуть? Так, все отлично. Ох ты. Нет, не отлично, нифига. Смотрите, мы просто в запертии сейчас в тупике находимся. Я даже не знаю, что тут делать. Снайперки у меня нету. Ну, я вроде неплохо защищен, с другой стороны. Так, минус. Минус один, но это уже легче. Минус два. А с этой стороны мне никто не идет? Да блин, там жесть вполне, что там еще взвод какой-то бежит. Так, вот он и хардкор. Так, минус два. Так, а здесь ребята? Нет, там ребята застряли. Вот эти опасны. Так, ну у меня уже пушка нету. Патронов. Вы издеваетесь. Все, я пошел за патронами тогда. Так, ну вот как-то так. Приходится перебежками действовать. Давайте отстреливаться. Так. Я вообще попадаю? Вот вопрос. Вообще не факт, что я попадаю. Так, ну ладно. Еще минус один, но патронов вообще нифига нету. Нет, такой размен меня не устраивает. Так. Так, берем пушку. Отступаем немножечко. Смотрим, идут они на меня или не идут. Не, они на меня не идут. Ну, есть на корабле пулемет, конечно, я не знаю. Ну, как тут работает пулеметная система, я уже проверял и особого доверия нету к ним. Ух ты, смотрите как. Обошел со спины. Ладно. Допустим. Минус. Может, еще кто выбежит? Ладно, смотрите как. Просто обошли меня со спины. Так, еще минус. Минус. Сложно. Ну, сейчас мы пройдем. Обязательно. Так, ну с какой ты стороны будешь? Ага, уже с этой пошел. Ну, все, окей. Дадут мне передышку, наконец-то. Есть, может, тут жизняк еще. Может, я что-то пропустил тут. На палубе, может. Нет. Патронов, кстати, очень мало. Какая, смотрите, пристань. Красиво, красиво. Так. Ладно, не будем мы задерживаться. Я думаю, что еще впереди будут интересные локации. Мы вдоволь насладимся. Так, кто-то бежит, я слышу. Наверху кто-то есть, мне кажется. Но пока я хотел бы забраться на вышку. Дадут мне это сделать или нет, я не знаю. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Так что, ладно. Давайте сначала здесь зачистим. И гранат нет, слушайте. Что ж ты будешь делать? Гранат тоже нету. Вас очень много, ребят. Давайте-ка выходите по одному. Очень вовремя перезарядил. Оружие. Так, ну минус один уже. Минус два. Подтупливают они немножко, но я еще больше, поэтому... Видите, очень много смертей. Так. Восемь здоровья. Ну, там, я уверен, есть аптечки. Ага. Ну, что ж ты будешь делать-то, смотрите. Обошел меня. Так, ну, допустим. Еще кто обходит? Еще пошли. Сложное место, да. Сложное место. Ох, как шумит все. А вы, ребята, интересно, как вы вообще обошли? Вы спрыгнули, что ли? Или как-то вы отсюда пришли? Обязательно возьму пушку. Так, ну, идем. Спускаемся. Надеюсь, здесь будет не так громко. Так, ну, они идут уже ко мне. Я чувствую. Дайте здоровья, а. Восемь здоровья. Сейчас опять буду отлетать от каждого выстрела. В этой миссии мало дает аптечек. Только в одной зоне. Может, я, конечно, что-то пропускаю. Ну, в двух зонах, да, еще на катере была. Аптечка. Очень глубоко под землю мы идем. Какой-то бункер подземный. Так, ну, кто-то еще идет. Ну, сколько у вас могут там находиться? Жесть. Ну, не, это уже перебор, ребят, ну. Два здоровья. Живем. Вот это я называю хардкор. По классике, как в Сталинграде мы с двумя здоровьями там бегали постоянно. Не очень хочется, конечно, Сталинград приводить в пример. Все-таки этот мод намного лучше. Здесь я из-за своих ошибок так страдаю больше. Так, ну, дали нам здоровья, окей. Уже полегче. Еще аптечку вижу. Так, это какая-то комната связиста, судя по звуку. Ну, это жесть. Это жесть. Давайте выходить. Мне так будет проще. Так. Уже полегче. Броня появилась. Ну, сейчас мы расправимся. Так. Ну, все? Или еще кто-то будет? Конечно же, не все. Сейчас связист. Так, броня. Аптечка. Ладно, можно жить. Прикольная комната. Секретов тут нет, поэтому я особо не ищу. А, это конец миссии. Ну, честно скажу, что достаточно тяжело было пройти. Особенно, ну, если бы нам не дали вот эти снайперские патроны в маяке, то совсем было бы тяжко. Судя по всем признакам, цель близка, секретная батарея не должна находиться далеко от вентиляционной станции. Думаю, центр связи, на который мне удалось проникнуть, является частью большого комплекса. Надо разобраться с немецкой радиостанцией и связаться с центром. Внутри, я думаю, комплекса будет вся миссия проходить. Так, это мы и этот. Сейчас слишком спокойно подходим. Ох ты, смотрите какой комплекс. Да, жестко. А это только вот середины игры, насколько я понимаю, потому что это шестая только миссия, а я читал, что тут их 12. Огромный комплекс, огромнейший комплекс. Будет очень сложно. Передаем сигнал, видимо, нашим ребятам в Бондоне. Секретный объект обнаружен. Батарея состоит из трех орудий и комплекса бетонных укреплений. По внешним наблюдениям строительство объекта практически закончится. Необходимо срочно нанести удар с воздуха. Передаем координаты. Да, конечно, текст поверх заставки это такое себе решение, но... Сейчас, наверное, долбанут по фрицам. Да, смотрите как. Не, ну круто сделали, конечно. Как отдельная игра практически. Это американский житель. Тревога, тревога. Почему американец там же, по-моему, у нас фамилия такая, какая-то Дегрэн или еще какая-то. Он больше либо француз, либо бельгиец. Слушайте, ну вы видите, подзапарились, смотрите. Чего, он шея разминает. Так, сейчас будет у нас, конечно. Ха-ха-ха-ха, шея разминает. Настоять за кадром trans householdist. Дегрэн. но отстоять. Чего? Конечно, и для шея правду, и для шея правду не говорит. Ну, отлично, отлично справились. Интересно, что мне там остается делать. Там хоть кто-то остался после этого авиаудара. Так, ну одно орудие осталось целым. Ну, побежали тогда, отчего? Да, авиация поработала на славу. Немцы вряд ли смогут в ближайшее время залезать в свои раны. С небес на землю обрушились сотни бомб, превратившие окружающие скалы в лунную поверхность, покрытую кратерами и воронками. Мне кажется, сама земля горела под ногами, но одно орудие осталось целым, значит Лондон по-прежнему находится в опасности. Ждать поддержки нет времени, придется последнее орудие уничтожить самому. Для этого необходимо преодолеть линию внешних укреплений и найти проход внутри комплекс. Да найдем. Только сохранимся обязательно. Броня, да? Отлично. Да, чувакам не повезло, конечно. Здесь вообще кто-то остался. Смотрите, какие просторы. Не, авторы красавчики, да. Авторы красавчики. Учитывая, что это... Учитывая, что это 2002 год, работа проведена колоссально. Так, минус. Минус орудие. Блин, жесть. Сколько у вас тут? Брони много, а вот жизни не очень. Так, задание провально, окей. Я надеюсь, задание правильное, потому что меня замочили, и там нету никакого на время. А что? На время-то мне не очень нравится. Задание. Так, ну, вроде все окей. Справляемся. Это хорошо, что ты выскочил. Так, ну. С таким здоровьем можно и побегать. Так. Да, блин, ну ты бессмертный какой-то. Я не понимаю. Так, он спустился теперь. Готов. Теперь он не такой бессмертный. Не знаю, почему тут хэдшоты не проходили. Жесть. Просто за пулемет встал. Блин, дайте мне гранату, ребят. Вот как проверять такие зоны? Там кто-то есть, да? Нет, тут никого нет. Надеюсь, точно кто-то есть. Так, открывайся. Ну, на корточках приходится проходить. Что делать? Интересно, это миссия короткая будет? Или такая же длинная, как предыдущая? Опять дает аптечек. Вот предыдущей миссии аптечек вообще не давали. В этой... Слушайте, и броню дают. Как будто готовят, знаете, к чему-то очень сложному. Так, ну где ты там? Готов. Так, это было ожидаемо. Ой-ой-ой. Встречает уже. Это сложное место. Здесь придется попотеть, конечно. Смотрите, убегает. Этого мы, главное, сняли. Все-таки у этой пушки урон великолепный. Но, конечно, то, что она перегревается и разнос патронов очень большой. Это, конечно, минус. Так, готов. Ну, там еще кто-то оставался. По-моему, мы идем. Кто-то открыл, кстати, дверь. Вроде как. Или это за мной закрылась она? Аптечка. Еще одна пушка, которую разбомбили. Так, ну мы сюда пройдем обязательно. А сюда мы не допрыгнем, да? Блин. Очень похоже, что туда можно как-то. Ну, ладно. Может, другим путем мы проникнем. Это кто мне там кричал? Сверху кто-то есть? Или вот здесь товарищ есть? Не, ну это не честно. Это не честно. Это не честно. Так. Здесь никто не будет выбегать? Странно. Так, готов. Но пока у нас броня есть. Все очень хорошо выглядит для нас. Проходим еще дальше. Так, ну давай-ка, спрыгивай оттуда. Готов. Не умеет, чувак, лестницей пользоваться. Поэтому. Блин. И поплатился. Не совсем, конечно, это справедливо. Потому что наш персонаж не может повернуться. По лестнице и стрелять. Он сразу падает вниз. Поэтому было очень сложно. Так, ну ты поднимешься? Так, ну вот этот мог пользоваться лестницей. И поплатился за это. Так, может еще кто-то залезет. Так, я зайду в эту комнатку. Обязательно. Казарма. 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 Опять нам здоровье суют. Опять нам здоровье суют. Лучше бы вы нам уже броню... Ну да, вот. Так вот нас, конечно... Ну, подловили и наконец-таки броню дали. Еще кто-то идет. Вот, кстати, да? Орудие. Которое уцелело. Или мне кажется. Или оно дальше? Не, это не уцелело. Ну, прикалывайтесь, да? Ну, здесь мне никак вообще. Я даже не знаю как. Давайте попробуем с этого с автомата пострелять. Ну, а что делать? Придется так. Снайперки нам не дают. Потеряли мы почти половину здоровья, но зато сняли опасного врага. Здесь кто-то еще бегал по низу. О, здорово. Так. Ну, сейчас мне повезло то, что затупил наш противник. Так, обязательно сюда зайдем. Так, ну, отлично. Восстановили потраченное здоровье. Я думаю, что где-то там уже будет орудие. Так, опять нам закидывает. Давай, выходи уже. Где ты там? Так, готов. Еще раз готов. Очень сложно поворачивать, когда он летит на лестнице. Так, ну ты и застрял, да, теперь? Слушайте, не поверьте, он застрял. Он застрял. Так что я загружаюсь. Ну, видите, небольшие баги в игре все-таки есть, но не будем к этому прицепляться. Все, сейчас все окей. Здоровье даже не знаю, брать, не брать. Ладно, дают, возьму. Пулемет. Можно пострелять. Так, ну здесь-то никого не будет? Или будут? Ну, вроде бы никого. Ух ты. Это жестко. Ребята, я не был к этому готов. Давайте-ка еще раз. Вообще, можно как-то... Давайте попробуем избежать как-то этого удара. Мне просто ради интереса, реально. Более как-то. Ну, вот как-то так, слушайте. На калинках можно избежать опасности. Ну, там орудие, я уверен. То есть, это последняя, наверное, комнатка. Прикольная миссия. Она линейна, конечно, да, безобразие. Просто идешь вперед и все. Но... Сама заставка, которая предшествовала... Конечно, делает это миссию особенной. О, наконец-то гранаты дали. Ну, отлично. Мне кажется, это будет... Последняя миссия в этом эпизоде. Музыка как-то сменилась, смотрите. И потом нас перебросит в какую-то совершенно другую локацию. Ух ты. Блин, к этому я был не готов. Какой-то босс. Мини-босс такой. Огнемет у нас появился, но огнемет я не очень люблю. Мрачновато. Да, конечно, выглядит все это. Так, давай-ка. Готов. Блин, здесь одни огнеметчики. Здоровья, конечно, у них очень много. Ну, хорошо, что есть куда отступить, потому что... В таких локациях это очень важно. Так, ну это не взрывается, да, никак? Какой-то склад. Ладно, нам сюда, в любом случае. Так, пошла жара. Какой-то бункер уцелевший. Ну, не бункер, а часть комплекса, получается, самая дальняя, которая уцелела. Смотрите, здесь вообще не тронутая снарядами. Ну, поднимется лифт, и там, наверное, кто-то будет. Ну, стопудняк. Это вообще классик. Конечно. Опять заело оружие. Ну, да ладно. Ну, здесь я, пожалуй, сохранюсь. Мало ли. Я думал, что это уже финиш будет. А, смотрите, миссия продолжается, продолжается. Ну, я уверен, что... Практически верил, что сейчас вот миссия... А, ну, слушайте, она закончилась. Ну, что ж, все получается. Я ж не дошел до орудия. Ну, значит, дойдем к следующей серии. Обязательно дойдем к следующей серии, я вам обещаю. Так что подписывайтесь на канал, если понравилось прохождение. Я очень жду, чтобы продолжить. Потому что, ну, уровни действительно интересные. И завязка истории такая плюс-минус интересная. Так что увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok